Две сотни кошек заняты своими делами, увлечённо бегают за бантиком, спят, а некоторые даже играют в планшет. Удивительный павильон кошачьих радостей появился на территории завода по производству корма для домашних животных «Марс». Суть учреждения в повышении качества корма для пушистых друзей. Коты и кошки разных возрастов и пород работают дегустаторами. Три раза в день специально обученные люди накрывают им стол, потом гладят и всячески развлекают. Центр изучения питания впервые появился в Российской Федерации и принёс в регион не только котиков, но и 900 миллионов рублей инвестиций. Совладельца компании Виктория Марс посетила церемонию открытия и уже задумалась о планах на будущее. Что касается наших будущих инвестиций и проектов в этой области, то здесь экспертами является моя управленческая команда. Но мы всегда следуем за потребителями. Мы идём туда, где находятся потребители наших продуктов, будь то люди, либо домашние животные. У Центра изучения питания появился свой почётный питомец, в честь которого названо целое отделение. Кошка по имени Дымка первый заселился в учреждение. От этого и отношение к ней особое. Пушистые красотки доверили даже встречать главу региона и иностранных гостей. Кошка Дымка сегодня встречает губернатора Сергея Морозова, Викторию Марс и даже посла США. Сейчас она находится в заботливых руках ветеринарного врача и ждёт публичного выхода. Кошачий звёздный час состоялся. После разрезания ленточки и фанфар Дымку запустили в главное здание центра вместе с почётными гостями. Посол США Джон Хансман, губернатор Сергей Морозов и Виктория Марс осмотрели павильоны. Глава региона поблагодарил заграничных визитёров. Джон Хансман, в свою очередь, надеется на тесное сотрудничество с Россией, в частности с Ульяновской областью. Ведь пример этого инвестпроекта настраивает на плодотворное продолжение деловых отношений. Такие проекты должны служить образцом для будущих потенциальных таких проектов, которые могут быть в основе дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Америкой. С момента первого подписания соглашения компании Марс с правительством региона прошло уже 10 лет. За это время в область поступило 9 миллиардов рублей и воплотилось три проекта – кормовой завод, шоколадная фабрика и упаковочный цех. Сегодня Ульяновск обзавёлся новым центром, и это ещё не предел. К 2020 году будет построен питомник для счастливых собак, тестирующих вкусняшки русско-американского производства. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.